Здравствуйте, друзья! Меня уже несколько раз в комментариях просили рассказать про датчик температуры и влажности с экраном на электронных чернилах. И вот пришло время восполнить этот пробел. Данное устройство выпускает компания с таким кошачьим названием Мяу-Мяус, которая известна выпуском нательного термометра. Такая голубая шайба с изображением забавной совы, крепящаяся на тело ребенка и которая давала онлайн-мониторинговые температуры. Здесь они выпустили еще один датчик, это температура и влажность. Поставляется он, как видите, в таком вот белой коробочке, характерной для устройства экосистемы, с фотографией черно-белой датчика. Сзади у нас технические характеристики, из которых мы можем узнать, что рабочая температура от 0 до плюс 60 градусов, элемент питания CR2032 и размеры 64,5 на 64,5 и толщина 9,7 мм. Сразу хочу сказать, что беспроводных интерфейсов здесь нет. Все-таки не делает еще экосистема идеального универсального датчика температуры и влажности, так как те, которые оснащены интерфейсом в ZigBee, не имеют экрана. С жиркокристаллическим экраном он имеет интерфейс Bluetooth, а вот с энергосберегающим экраном на электронных чернилах вообще не имеет никакого интерфейса. Давайте все-таки посмотрим, что нам выдают за примерно 20 долларов, если без акций. Здесь у нас имеется подставочка, тут тоже изображение совы, такое же, как на термометре нательном. Здесь у нас двусторонние скотчи, разные варианты. Ага, здесь двусторонний скотч на магните, чтобы можно было магнитить. Здесь просто двусторонний скотч и просто вот такая вот подставочка. И сам датчик, про размеры я уже говорил. Он белого цвета, сзади у нас крышка. Сейчас я попробую ее открыть аккуратненько. Вот так. И здесь у нас батарейка CR2032. Здесь заберем предохранительную прокладку, которая позволяет не разряжаться батарейке. Так, и вот, включаем. Здесь у нас также имеется переключатель Цельсии-Фаренгейты. Ну, по умолчанию он у нас как раз в Цельсиях. Показывает, закрываем наш экран. Готово. Вот таким образом. Что сразу бросается в глаза? Очень высокая контрастность. Его видно под любым углом. Он как напечатанный. То есть это огромный плюс электронных чернил. И кто еще, ой, кто еще не знает, электронные чернила, экран из электронных чернил, он крайне энергоэффективный. Почему? Потому что потребление электроэнергии происходит лишь в момент изменения изображения. Вот когда оно меняется, изображение, только тогда потребляется энергия. Когда никакого изменения нет, просто цифры показываются, то батарейка абсолютно не используется. И он может работать в таком режиме практически вечно. Давайте рассмотрим этот датчик. Сбоку имеются отверстия, которые необходимы для снятия показаний температуры и влажности. Здесь у нас для задней крышки, я уже показал, как она снимается, имеется вот такая, как зарубка. Зарубка здесь. Я так подозреваю, было какое-то вскрытие на таможне. Видите, как оно вскрыто ножом каким-то сбоку. Я не знаю, с чем это связано. Оно так приехало. И вот след остался небольшой на борту датчик. Но, в общем-то, ничего он не портит. Вот. И давайте сравним немножко его показания. Я сейчас сниму. Блютузовый датчик. Так. У них немножко сейчас разнятся показания по температуре и влажности. Я с разных мест их перенес. Ну и сейчас посмотрим, они немножко устаканятся. Ну и заодно видно, как они рядом друг с другом смотрятся. Изображение на электронных чернилах гораздо контрастнее. Вот. Лучше видно. И сами цифры немножко побольше. Но датчик, который круглый, вот этот вот Миджа, он как-то больше резвее реагирует на изменения. Постоянно практически показания меняются. И у влажности на круглом датчике имеются десятые доли. Здесь же просто число, просто проценты без десятых долей. То есть менее точные показания. Я сейчас оставлю на некоторое время оба датчика здесь в одном месте. И посмотрим, насколько они показывают близкие результаты. Я оставил оба датчика на 10 минут. И, как видите, показания практически идентичны. Разница в десятых долях процента. Что, в общем-то, вполне вписывается в какую-то относительную погрешность. По заверению производителя, точность данного градусника до 0,3 по температуре. И расхождение не более 3% по влажности. Что, в принципе, достаточно для применения в домашних целях. Что здесь еще есть? Вот этих вот рожиц, которые над процентами нарисованы сейчас, состояние комфорта. Рожица довольна. Их есть 6 вариантов. Видите чувствительность? Я взял в руки и тут же у меня, среагировав на кожу, изменилась и температура, и влажность. Таких рожиц есть 6. В зависимости от того, слишком сухой воздух, либо слишком влажный, либо слишком жарко. Эта рожица будет меняться и делать вид, чего ей не хватает для счастья в этой жизни. Использование E-Link экрана гарантирует чрезвычайно длительный срок эксплуатации одной батарейки CR2032, так как очень малое будет энергопотребление у этого экрана. Сколько именно, ну, покажет время, я не нашел данных о том, сколько заявляет производитель. Ну, это зависит от условий, насколько часто будут изменяться показания экрана. Конечно, несомненный минус в том, что здесь нет никаких интерфейсов. То есть, по сути, это обычный настольный такой вот градусник. То есть, вы просто видите глазами и никак иначе. За его стоимость, я считаю, что могли бы добавить сюда какой-нибудь беспроводный интерфейс, тот же ZigBee. И тогда можно было бы сказать, что это, в общем-то, идеальный датчик. С учетом того, что у него есть в комплекте подставка, у него есть в комплекте магнитное крепление, у него есть в комплекте крепление на скотч. В принципе, практически идеальный вариант. Ребята, добавьте еще какой-нибудь интерфейс, ZigBee, Bluetooth, неважно, что-нибудь. Лучше ZigBee, конечно. Чтобы можно было наладить обмен с умным домом. И тогда все остальные датчики просто перестанут покупать. Потому что, ну, реально шикарный датчик. Что касается, покупать его или нет, ну, скажем так. Если вам интересен такой вот настольный, высокотехнологичный, красивый гаджет, то берите. С точки зрения строительства умного дома, в принципе, он особенно не нужен. Вот. Лучше взять все-таки что-то, что имеет связь с вашим искусственным интеллектом вашего умного дома. И может участвовать в каких-то сценариях. Вот. Ну, на этом все. В принципе, вроде все рассказал, что хотел про него. Достаточно точный датчик, но и только. Никаких у него умных функций нет. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если обзор понравился. Остались, если еще у вас какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Если вы еще не подписались на мой канал, самое время сделать это прямо сейчас. Дальше будет еще интереснее.